Этого маленького зверька можно встретить по всей Европе и даже в украинских Карпатах. Гуцулы называют его «дощева ящерка», а древние народы верили, что огненная саламандра – мистическое существо, обладающее великой силой, порождающее огонь и находящееся одновременно в двух мирах – нашем и мире мертвых. Сегодня мы собрались, чтобы погрузиться в удивительный мир саламандр и огненной магии. Готовьтесь к захватывающему путешествию, где мы исследуем таинственные творения, которые светятся и пылают ярче самих звезд. Согласно одной из легенд «Огненное», название объясняется их привычкой в древние времена прятаться в поленницах, если поблизости нет более укромных и естественных мест, вроде скальных расщелин. Вместе с дровами саламандры регулярно оказывались в печах и других домашних очагах, откуда выпрыгивали, почуя в жар. Поэтому в народе сложилась легенда, что появляются они из пламени, в котором не горят. К сожалению, в огненной саламандре нет ничего мистического, за исключением разве что просто волшебной неприхотливости. Тем не менее, еще задолго до первого научного описания вида Карлом Линнеем в 1758 году. Ее использовали для своих обрядов колдуны и шаманы, а изображения саламандры придавали обеденным предметам статус амулетов и колдовских вещей. Однако волшебная ящерица не только оказалась не волшебной, но даже и не ящерицей. Несмотря на свою внешнюю схожесть, она относится к отряду хвостатых земноводных. Если присмотреться к саламандре поближе, можно узнать знакомую лягушачью мордочку. Длина тела взрослой особи в среднем составляет около 23 сантиметров, но встречаются и более крупные экземпляры. Саламандра – настоящая художница природы, обладающая палитрой впечатляющих цветов. Ее кожа гладкая, как шелк, украшена масштабными ярко-желтыми или оранжевыми пятнами, создающими насыщенный контраст на темном фоне. Но это только начало ее красочного шоу. Некоторые виды саламандры решают поэкспериментировать и придать своей коже красную палитру, разбавленную маленькими черными точками, словно нарисованные с любовью кистью художника. Но зачем же ей такая яркая одежда? Это не просто модный выход на подиум. Оказывается, саламандра использует свою яркую окраску как сигнал опасности для потенциальных хищников. Она возвещает осторожно, ядовито. Это естественная защита, которая помогает избежать ей неприятностей и сохранить свою неподражаемую красоту. Но цвета не единственное, что делает саламандру настоящей звездой природы. Ее гладкая кожа всегда остается влажной, словно она только что вышла из фонтана. Это не простой природный блеск, это ее способ поддерживать связь с водными корнями, из которых она произошла. Представьте себе, эта небольшая красавица до сих пор не забывает свои корни, сохраняя связь с водой, словно она знает, что это ее первый дом. Но будьте осторожны, такая тонкая чистительная кожа требует особого внимания и постоянного увлажнения. Если саламандра потеряет свою влажность, ее жизненный источник, она станет уязвимой и лишится своей удивительной энергии. На голове взрослых особей этого загадочного существа расположены околоушные железы, и именно они являются ключевыми игроками в их защите. Почему? Потому что эти железы производят ядовитую жидкость, которая имеет привлекательный молочный оттенок. А вы знали, что этот секрет обладает также характерным ароматом миндаля? Но это только начало. В этой жидкости содержится целых 9 видов алкалоидов, которые могут вызывать отравление у хищников. И вот самое удивительное, саламандра может выстреливать этим ядом. Для маленьких млекопитающих, таких как мыши, этот яд может оказаться смертельным. Он действует как нейротоксин, способный вызывать анемию, паралич, судороги и другие неприятности. Но не волнуйтесь, если этот яд попадет на вашу кожу, вы в безопасности от отравления. Однако, если он заденет вашу слизистую оболочку, то приготовьтесь к ощутимому жжению. Удивительно, что это вещество не только помогает саламандре защититься от хищников, но и предотвращает грибковые и бактериальные инфекции. Они просто втирают этот секрет в свою кожу, будто используют его как суперзащитный костюм. Итак, сколько же саламандра может прожить? В естественной среде их средняя продолжительность жизни составляет около 12 лет. Они живут в волнующем и опасном мире, где присутствует множество естественных врагов. Именно поэтому животное наделено уникальными возможностями. Саламандра может оставить в зубах своих природных врагов хвост или конечности, после чего происходит чудо и на месте утраченных частей тела появляются новые. В списке естественных врагов можно встретить диких кабанов, сов и змей, для которых их яд не опасен. Огненная саламандра поедает различных беспозвоночных, дождевых червей, слизней, мокритц, насекомых, улиток. Когда позволяет климат, охотится круглый год. Она охотится, выбросывая язык подобно лягушкам и жабам. Если саламандра приблизилась к добыче на расстоянии до трех сантиметров, то той уже не спастись. Ночью она охотится с помощью своего обоняния. После того, как эти создания просыпаются после анабиоза, в котором пребывали на протяжении всей зимы, они сразу начинают поиск партнера. Обычно молчаливое животное в этот период становится достаточно активным. Самцы начинают издавать попискивающие звуки, чтобы привлечь внимание партнерш. Огненные саламандры организовывают настоящее шоу, чтобы найти своего партнера для размножения. Самцы выступают в ярких костюмах и показывают разнообразные танцы, чтобы привлечь внимание самок. Когда самка выбирает партнера, они обхватывают друг друга в объятиях, называемых амплексусом. Оплодотворенные яйца самка откладывает в воду или около водоема. Из этих яиц появляются маленькие личинки, которые постепенно превращаются во взрослых саламандр. Этот удивительный процесс помогает поддерживать их популяцию и обеспечивает их выживание в природе. Дорогие друзья, благодарю вас за то, что были со мной в этом путешествии. Надеюсь, что оно принесло вам радость и знание о великолепной огненной саламандре. Пусть ваш огонь тоже будет всегда гореть ярко и никогда не угасает. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие увлекательные видео и жмякайте лайк этому выпуску. Берегите природу и до новых встреч!